Первый, первый, я второй. Прием. Прием, прием. На связи. Почему общаетесь? Об оккупации Крыма. Да. И как? Удачно? Нормально, получается. Получается. А вы термин-то знаете, что значит? Конечно. Можете процитировать. Ну, близко к кейсу. Да, я думаю, я понимаю. Из меня кто-то знаете. Да, и мне просто скажут, что вы слова говорите, а смысл не понимаете. Такое бывает. Я тебе прекрасно. Ну, перескажи своими словами. Сначала была оккупация, потом была аннексия. Вы еще и аннексию признаете? Так все запущено. А аннексия что такое? Присвоение чужих территорий. Оккупированных территорий. Давайте, давайте будем, это самое, как это называется, последовательными. Смотрите. Сначала оккупация, по вашей идее, правильно? Правильно? Это по результатам резолюции Организации Объединенных Наций. Ну, там, знаете, мало ли что они там сказали. Завтра скажут другое, что будет. Ну, что наша страна там состоит в ООН. Пускай выйдет, как Советский Союз вышел в 40-м году, после оккупации, часть территории Финляндии. Финны-то не против. Давайте вернемся к оккупации еще бы сразу. Съезжайте. Почему Финны не против? Финны до сих пор считают, что выбор готовит не город. Да. У них есть такой дискурс внутренний, да? Давайте вернемся, что-таки, к Крыму. Как вы понимаете термин Анастасия? Здесь не признает, что это была оккупация, и все, что тут больше говорится. Весь мир признает? Да, 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 да. Крым вернется в Украину. Весь мир признает? Да. Вы все время за всеми не ждастесь. Даже моя страна, Беларусь, и та, не признает, что Крым – это Россия. Ну, как сказать. У вас тут целый президент Лукашенко собирался в Крым поехать. Ну, он же не признал, что это Крым. Ну, так это шпака. Ну, так. Не факт, что и признатся. У нас есть исторические примеры. Израиль, знаете? Ну. Помните, они сначала оккупировали, а потом анонсировали часть Сирии, помните? Голландские высоты… Весь мир не признавал, помните? Стоп, 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 стоп. Голландские высоты вы имеете в виду? Ну, да. Он их оккупировал, но не анонсировал. А сейчас что он сделал? В Израиль находится такси-форт в Сирии в состоянии войны. Находится. И что это меняет? А вы в курсе, почему он оккупировал эти голландские высоты? Из-за чего? Ну, там много причин. Там начинает воды, заканчивая статистическими высотами. Основная причина то, что Сирия ставила артиллерию… Ну, я же только что-то и сказал. …территорию Израиля. Ну, я могу вам про Крым то же самое сказать. А что, Украина с Крыма обстреливала башню? И тоже могли бы обстреливать. Примитивные меры, как в Израиле. Все в порядке. А что мне надо теперь в Украине ставить корабли в Одессе? Ничего не ставить, раньше ставили. Были бы корабли. Яру, Одессу тоже надо оккупировать, а там не было американских кораблей. Нет, теперь уже не надо. Теперь все в порядке. А эти ракеты «Тикер» будут стоять в Харькове? Ну, сейчас стоят. Им же хуже, как говорится. Почему им хуже? Быстрее подлёдное время будет к Москве. Ну да, маленькое. Но я же говорю, им же хуже. Вы же понимаете, как это работает или не понимаете? Вы же понимаете, что Крым не имеет никакого стратегического… Не имеет. Черное море – это лужа. Не имеет. А проливы… У нас есть проливы, да. Он не имеет стратегического значения. Проливы находятся, это самое, под ключи от Черного моря. Турции. То есть, эта самая страна нас. Ну да. Плюс. Плюс. В Крыму нету стоянок, где мог бы поместиться хотя бы один авианосец. Это вопрос, решаемый с помощью земснарядов. Плюс. А до какого года был подписан договор, до какого года там должен был находиться Черноморский флот России? В каком они году там Тимошенко подписывал? Я уже не помню. В 12-м, наверное, да? Да, ладно, ладно. Ну, все так хорошо. Помните, Яру. А вот именно… В 9-м году. Яру, в каком году заканчивала? Смотрите, я не помню. Она, по-моему, в 9-м году подписывала или в 8-м и 10 лет. Ну, соответственно, в 18-м или 19-м. Примерно так. Я так не помню. Я не следил за ним. А что? То есть, страна на своей территории не имеет права ничего делать, да? Почему имеет? Пожалуйста, делайте. Так а что, зачем вы туда влезли, ты сам? Как зачем? Я же вам говорил, что есть много причин, по которым Крым должен быть в составе России. Много. Да. Да. И военные причины одна из последних, на самом деле. Понимаете? Первая причина – это люди. Рядом с вами находятся на Аляске тоже военные базы США. Они вам не мешают там? Нет. И там их немного, кстати говоря. В Литве, в Латвии, в Эстонии находятся. Тоже они мешают? Есть. Мешают. Мешают, да? Конечно. Еще помните… А что? Я же не оккупирую с ним при Балтии. Не надо нам этого говна. Помните еще при Ельцине ему обещали на словах правду, что военная инфраструктура не будет приближаться к границам России. Обманули дедушку? Приблизили. Я заметил, инфраструктура только почему-то к одной России не приближается. Это НАТО, да? Она к Казахстану не приближается, к Беларуси не приближается. Ну да, как это к Беларуси не приближается? А Польша? Польша, Литва и Латвия не считаются, да? И Украина теперь докучает. А кто заявляет? Кто заявляет, что она к нам приближается? В смысле, кто заявляет? Лукашенко. Нигде такое не видел. Так вы просто невнимательно смотрите. Ну конечно. И я вам даже больше того скажу. У нас же с ними типа союзное государство, поэтому как бы и к нам тоже приближается. А Казахстан, зачем же этот союзник не хочет признавать ваш Крым? Кто это за союз? Ему не выгодно. Ему не выгодно. Пока. Кто это за союз такой? Выгодно, не выгодно? Я не понимаю от этого. Ну как? Ну как? А вот смотрите. Вот Соединенные Штаты признали голландские высоты за Израилем, а ближайшие союзники Англии, Франции и Германии не признали. Что это за союзники за такие, что не признают? Ну вот так бывает, знаете, в мире, в политике, там все дела. Не выгодно – не признают. Выгодно – признают. Придет время – признают. И, как говорится, это объективная реальность догонит их в этом плане. Я одно вам скажу. С вашей стороной будет то же самое, что было с Советским Союзом в 91-м году. Все. Чао. Слабо. Ну, не удачно. Ну, так вот оно и бывает. Что было в 91-м Советском Союзе. Ну, нельзя, конечно, ничего исключить. Вполне возможно, что исключатся разные события. Но скорее Украина, судя по новостям, которые сегодня приходят, перестанет существовать. Ввиду отсутствия теплоэлектричества, а также всего остального, инфраструктуры и прочего еще. Ну, так вот. Никому этого не желаем. Ну, с таким успехом можно сказать, что и Украина разводится. Тогда не надо будет никого оккупировать. Всегда все внезапно все признают. Потому что нет Украины или остался от нее огрызок все, что западный не прав. Или пока. Ну, раз западный. Вот это будет типа ОСАГ и Украина. Желательно Киев тоже вернуть. Все-таки мать гробов русских и украинских. Россия. Ничто не исключено. Но мы, по крайней мере, работаем, чтобы этого не было. Они работают, чтобы наоборот был их развой. Ну вот. Всем пока. Спасибо, что всем приветствовали.